Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Насмотрелся я тут фоток японских чизкейков. По сути это бисквит, но в состав входит еще и крем-чиз. Если хотелось мне приготовить, уж более симпатично выглядит. Сложностей никаких. Приступим. На водяной бане надо развести молоко, крем-чиз у меня Филадельфия и масло. И пока этот процесс идет, отделю белки от желтков. Про смесь молока, масла и сыра не забываю. Все отлично. С водяной бани надо снимать уже и пора добавить муку. Лучше просеять и перемешать до однородности. Для совсем уже замечательного результата получившееся тесто нужно притереть через сито, чтобы никаких комочков в нем не осталось. Ну а теперь взбить белки до мягких пиков. Сначала на небольшой скорости до крупной пены, а когда она появится, можно и увеличить уже скорость. И вот когда пена стала более-менее плотной, можно добавлять сахар. Кстати, он должен быть мелким. Если у вас не такой, то лучше используйте сахарную пудру. Смотрите, вот пики тянутся. Наклоняю венчик, пик свешивается, значит мягкий. А если взбивать дальше, то пики станут твердыми, будут торчать в сторону. До такого доводить не надо. Теперь по частям ввожу белки в тесто. Аккуратно перемешиваю лопаткой. Снизу вверх. Духовку к этому времени нужно уже разогреть до 150 градусов. Тесто готово. Супер! Надо подготовить форму. На дно бумагу для выпечки. А стенки смажу слегка маслом, чтобы к ним можно было ленту из бумаги приклеить. Бумага такая же, для выпечки. Тесто сюда. Важно, чтобы никаких крупных пузырьков в нем не было. Поэтому перемешать аккуратно и постучать. Вот так. Важный момент. Этот чизкейк готовится в кипятке. А форма у меня разъемная. Вот чтобы не испортить низ получившегося чизкейка водой, нужно завернуть форму в фольгу. Вот так нормально будет. В противень его. И в духовку. И кипятка сюда. Слой воды примерно 2-3 сантиметра. Выпекаю 25 минут. Затем надо будет слегка приоткрыть дверцу и выпекать еще примерно минут 50. Ну, может быть, чуть меньше, чуть больше. 25 минут прошло. Пора приоткрыть. Прошло еще 25 минут. Подниму температуру до 160 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова так давайте смотреть что получилось видите очень мелко пузырчатый такой воздушный и очень прикольный я бы сказал по вкусу это нечто среднее между мокрым бисквитом и очень воздушным омлетом очень воздушным яиц много муки мало понятно сладким омлетом такая вот вам японская кухня с легкой 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 такой кислинкой вот этого крем-чиза как раз таки готовится просто попробуйте еду вам понравится естественно сделаете поправки на вашу духовку огромное спасибо за компанию а за лайки если кому что-то не понравилось в педюре смело дизлайк всем пока